господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного я повторю это для записи уже на днях на меня вышел один человек владимир дубовской он был у нас 44 года назад встречались мы но он ушел ушел в мир теперь он нашел меня зашел сюда и живет варнауле ну и ролик уже мы выставили один называется ролик так встреча через 34 года с отступником они много есть 22 томе открытым оком вопрос 2469 10 февраля 2017 года этот ролик был выставлен от рядом ролики я показываю как это нажать его из контур если нажать и курсором на нее и сразу на этот ролик выйдешь и мы начинаем была у нас беседа в городе барнауле улица 2 строительный 62 16 и мы там такой вот вопрос решали там и он тут был показать как по ступеням уходит человек уходит уходит навсегда какие причины и тут все это будет показано я же меньше всего буду комментировать приступили вопрос 3468 том 22 открытым оком если какая-то схема по которой действует враг уводя души или он все время меняет тактику и ничего нельзя заранее предсказать ответ есть такое выражение грех монотонен каждый нарабатывает свой опыт но есть и общие схемы основные конструкции по которым действует враг душ человеческих дьявол 2 кориффином 2 11 чтобы не сделал нам ущерба сатана ибо нам не безызвестны его умыслы дьявол действует шаблонно он поселяет от своего гордость слепоту самообольщение превозношение человеческая совесть глохнет и человек не хочет ничего видеть и слышать перед ним прошли падшие видны еще их следы они обрываются на краю пропасти но он не хочет ничего анализировать он совершенно безумным делается моих архивах много бесед с людьми есть и с обольстившимися грехом грехи от книги открытым оком том пятом есть фотография где мы с отцом амвросим юрасовым и отцом геннадием фастом там стоит и володя дыбовской фото было сделано почти в дни расставания с ним беседа вполне показывают путь падение человека теперь он живет в миру а когда ушел то уже через месяц наши люди увидели володю на костылях где-то по пьянке пострадал понимаете как быстро все это делается сегодня хорохорица возносится это высокоумие называется и вот здесь для чего это показать показать как вот ступени это не наигранное это не какой-то режиссер и делали а просто вот так как было это беседа записано у меня много записано на магнитофонные ленты было пленки и вот потом было это все перенесено в книги я поговорю 22 том открытый боком бери там и считай дальше что полное разложение это было видно заранее всем но только не ему 4 11 82 года ко мне в гости в город барнаул на улицу вторую строительную 62 16 приехали новобрачные с ними прошла беседа и тут же с этим вероотступником моя сестра родная ирина тихоновна вышла замуж за барякова михаила и он дальше говорит баряков михаил говорит мы тут собрались ириной так сказать свадебное путешествие мне хотелось бы съездить москву в ленинград посмотреть на эти города повидаться с родственниками пообщаться с друзьями с близкими знакомыми он живет у нас жил в москве я его первый раз увидел покровском соборе он приехал то ли диссертацию еще ли материал диссертации собирать то я даже когда просится никогда домой не допускаю а то у тебя сам подошел к нему на улицу вышел и первый человек которого я пригласил к себе и вот пригласил его и он остался ну а вот материальная сторона поездки еще оказалась слабоватой мы просим вас есть ли есть возможность помочь нам в этом отношении меня просят помочь я отвечаю я никогда не даю денег прежде чем не узнают для чего им нужно это но вас я о том и не спрашиваю пить вроде не пьете вы хотя и на сто процентов поручаться не могу может где-то там попадете к неверующему брату стопку выпить и щиток это четверть литра опрокинете и сами упадете и смеются тут все и потому я стараюсь узнать точно потому что за каждую трату придется рассчитываться перед богом отчитываться я сразу спрашиваю с какой целью вам нужно и сколько буряков михаил ну я хотел бы сказать какие траты просили купить шо платок за 65 рублей притом японский пришел это как подарок ирине но вот обязательно надо выполнить этот дусин наказ москве дусь это моя сестра и ей она просила еще за 30 рублей платок ей лично купить а денег не дала ну вот пожалуйста 100 рублей ну и потом поездка сама дорога ну вот что останется конечно все отдадим дальше я отвечаю а чего останется сколько надо то михаил да ну я не могу сейчас точно спрограммировать потому что разные там расходы сколько мы пробудем на самом деле месяц сейчас уже немножко меньше осталось по двадцать девятое число я говорю сколько надо ты конкретно говори буряков михаил ну вот я спросил 300 рублей а 100 рублей сразу улетит я отвечаю слово улетит ты знаешь понимаешь как как воробей спорхнула и улетела а деньги когда улетает это очень плохо муж как говорится трудиться для дырявого кошелька когда жена не экономная и далее агея 16 вы сеете много собираете мало идите но не в сытость пьете но не напиваетесь одеваетесь и не согреваетесь зарабатывающий плату зарабатывает дырявого кошелька ты уже заранее выпустил на ветер эти деньги то платок и 65 рублей а у меня месячный оклад 72 рубля буряков михаил это подарок я отвечаю обожди подарки на чужие деньги не покупает есть такая пословица серахов 21 9 строящий дом свой на чужие деньги тоже что собирающий камни для своей могилы буряков михаил а так получилось что мы когда при расчете рассчитывались на за свадьбу за все то что с гостей собрали вы нам дали мы их как раз в расчет того и пустили я говорю хорошо что не получилось покупок делать то а это как раз и не получилось все деньги при вас у вас платки есть тех не переносить может быть голова то рубль стоит а 65 рублей на эту голову покрывала буряков михаил так я то что я не против думаю что надо все таки уважать гостей а уже раз попросили я говорю все уже на этом конец разговора меня тоже многое просили достать да не все купил им для меня большая радость прийти магазин походить правда я редко это делаю то выйти и ничего не купить и так это руки-то обтереть от себя как карпиосипович обтирают чуть повыше колен а брюки то хорошо не осквернился деньги не отдал буряков михаил но считайте что эти деньги как бы еще не наши потому что владелец сказал обязательно зайдите в магазин купите какой-то такой-то платок я говорю вот вы и ответьте так доехали до одного места и денег больше не было и сдержался говорит по дурнинке и ничего больше нету все кончилось а в дальнейшем придется целый месяц горбиться искать где-то да еще попадешь под провод где-нибудь на работе кирпич упадет и рассчитываться будет одна хоть жена обойдетесь у нас есть разных тряпочек полно тем более в хорошем платке надо не перед собой же красоваться перед кем-то вот опять соблазн и ревность пусть уж сидит дома ты наоборот ее сажи и вымажи чтобы не выходила на улицу то все время заставляя человека есть чтобы дурно пахло никто и целовать ее не будет все смеются а то ты надумал по какому-то кольцу ехать где это кольцо то буряков михаил это кольцо вокруг москвы это кольцо состоит из ряда древнерусских городов которых находятся туристические центры древнерусской культуры она называется золотое кольцо я отвечаю вот смотри многие страны прибыток получают только туристов так это речь идет о капиталистах о важных каких-то персонах от это нищета куда пошли трясти кошелями и все смеются ничего нету главное это же куда люди туда и вы попутно скажу в испании тоже там финансовый кризис был но меняет правительство ничего нет и кто-то посоветовал какое у вас самое слабое ненужное министерство да какое туризм тут никто и не едет команда это испания нужно так вот тут есть один человек очень я его знаю он такой активный ты поставь его министром как министром ты сказал бросовая должность она правда там ничего и нету и зарплату то с других областей приходится ему давать ну поставь его послушали поставили и он когда программу показал тетя кахнули да это в самом деле тут так он так разбил всю экономику страны поднял столько людей туда поехало та же самая страна испания это не потеряевка нам говорили в потеряевке построите дома два в которых можно не жить и фотографии дайте бревна там торчат где-то люди будут ехать и но то поставьте чтобы за деньги заезжали потеряевку то перегородите дороги то со всех сторон то и у вас туризм поднимет потеряевку и дороги построите так конечно это состоит из ряда древнерусь ага я отвечаю вот ничего нету главное это же куда люди туда и вы барюков михаил правильно но согласитесь свадьбы бывают один раз в жизни я отвечаю а растратишься на всю жизнь будешь нищим один раз ты уже перекряхтел а теперь оставайся с человеком она потому и называется золотое потому что там дуралеев много ты слышал как поют не променяй жизнь свою как тот дуралей на четвертах то ничего не надо а что посмотреть так за 25 копеек купи и открыто к жене и покажи и будет как будто побывал ирина смеется и повидали из себя дурь маленькой и выколотили барьков михаил так я же говорю что это не единственное поездка по золотому кольцу но повидаться с родственниками я говорю строки можно повидаться можно барьков михаил прежде с мамой хоть мы и висеть видели здесь но одно дело здесь а другой у нее в доме как будто разница я говорю согласен значит никаких кориц этих не надо барьков михаил так нет если уж по родственникам то по родственникам нужно заехать в ленинград и во владимир я говорю не надо ты не былиный герой владимир и не илья муромес поехал границы объезжать все сейчас сляхать везде вам просушиться даже негде будет здоровье что-то слабенькое так что ты сиди лучше дома то и все будет при тебе вот однажды москвы у отца димитрия дудко побудешь сходишь патриарший собор елахова съездить в загорск к мощам сергия радонежска приложитесь пойдете там и к алексею святителю ну вот и все барьков михаил ладно надо еще и в александра невского лавру тоже сходить там мемориальное кладбище есть я говорю этого не надо мы сами на когда-то пойдем вот нам весь материал и будет михаил ирина никогда не видела ленинграда хотелось бы посмотреть эрмитаж я говорю у меня есть книжка пармита я покажу сейчас бесплатно михаил так ну что вы одно дело посмотреть а другое пройти по этим раморным лестницам я говорю понимаешь одно дело бесплатно а за другое дело ты потратишься так ирина тихоновна жена михаила и сестры игнатия сестра сестра игнатия а ты и прочитал сестры игнатия дальше мы приедем нам 200 рублей за кольца сразу дадут и мы с тобой рассчитаемся а зарплату получу я за месяц это ирина говорит ирина я говорю а какие кольца то золотые вот откуда у вас вся эта прихоть то идет оставь я купил на себе на свадьбу то за 45 копеек кольцо и живу уже столько лет да и зачем это кольцо то в магазине то по 40 копеек можно купить то михаил с удовольствием вы купили но нету а это каждый по 175 рублей стоит я спрашиваю и вы заплатили но куда денешься я бы я знал что вы ненормальная но никогда не думал что уж такие это ненормальные михаил так нас бы не венчали тогда бесколесто нельзя я говорю можно было из каких-то цепей наковали как эти делали декабристы вот батюшка приезжал у него куча колец мать предлагала медные я говорю ну и что взяли бы помещались и отдали обратно о какое безумие я больше пяти копеек за него не дал бы неужели самом деле у вас ума нисколько нету разума бог лишил людей ооо идут бредут берут все можно сделать можно было только взять на некоторое время и назад отдать а потом купить я за 90 копеек помещался всего михаил там написано что проданы кольца возврату и обмену не подлежат я говорю у своих можно было взять не в магазине у меня бы взяли а как у вас взять когда за столько километров я говорю стало быть надо думать было раньше и заранее взять михаил я сам с удивлением ты видел такие цены я говорю да хитро мастольщики сделали для них вы и будете работать с первого дня у вас уже начали трясти кошели а там ничего и нет а потом куда эти кольца то а начнешь сдавать то за него рубля не дадут за сколько платье подвенечное то вы купили то ирина за 150 рублей игнати жене надежды васильев а у тебя надо сколько венчальное платье стоило то рублей 10 а какой материал то по рублю из полотенца и все смеются представьте кольцо одно 45 копеек у нас самое основное заложено было нормально правильно а вот теперь я понимаю что вы видимо как не крещеные вы же в крещении отплевывались от сатаны и всех дел его а то что сейчас делаете не христианское дело не имея средств зарабатывать 60 70 рублей в месяц брать за 170 кольцо и как у вас на это ума не хватило ирина мать дала денег чтобы кольца купили вот и все я говорю опять же плотские люди дали это вам ирина матрас положилась и мы говорили не надо но мы искали такие кольца но не нашли мать говорит ты один раз в жизни ирина венчаешься и ты последняя последняя дочь у нашей матери 5 дочерей если бы денег не было мы конечно не купили бы на 500 рублей сразу сняла принесла корову продала это моя мать наша мать мария егоровна я говорю у матери никогда на это не было соображение то отец по 500 рублей месяц деревне получал выйдет пасти с клюшкой и придет с клюшкой и нет ничего нигде весной даже гусят своих кормить нечем было в шапку ему их сажали он шапку обтрясет об стол наденет и пойдет что говоришь венчальное кольца до смерти да уже отколись этих смерть уже умертвили щита есть нечего под венцом были так венец от этого разве зависит что у тебя палец покрыт ниточкой из золота или как добейся того чтобы душа твоя была под алтарем и вопияла к богу как в откровениях 6 9 возможно заковать всего себя в золото и оказаться в аду неправильно это все у вас вещь началось и так дальше получается девять шесть я сказал не знаю жил ты рядом со мной ничего не научился эх михаил как я тебя учил то за стол садимся в праздники по прянику за раз можно дать там такие дни пол пряника пополам на двоих так ели но как работали тогда ты лично видел однако был в келье и не умирал даже на крыше сидел тебя ветром не сдувала крышу крылья красили вот сегодня на 4 сентября 2000 1908 второго года я вас пригласил после церкви побеседовать с володей дыбовским дело тут в общем у него не то что плохо как видится очень плохо дело обстоит я ждал этот момент разговора я боялся начать раньше как чири выдавливать который не созрел это нам уже заразу распространить на все тело раньше времени давить и позже нельзя уже было он дошел уже до той черты после которой разговор уже бесполезен может быть самое главное что здесь повторила все то что было с другими один к одному приходящие здесь услышавшие о православии теперь сразу начинает изыскивать объяснение что уверовал не здесь он дескать лет назад 10 лет назад был верующий оказывается а мы не знали его это он уже не меньше десяти лет евангелие изучает ни в каким грехе он не жил пришел в православие как бы в другом месте они здесь а что интересно а здесь только начиналось и как только он сказал не здесь как будто бы а то что здесь получил у него это отнимается раз не здесь он отрекся он возвращается на то момент когда пришел а там ничего не было и все ушел в мир притом не один раз у нас по терябке один такой есть да и до занятий в инверситете знал сказал только и как обреза утром стоит как облуплено ничего нету вот какое дело то это житие святого никиты он тоже любил лишнего шаги делать ездит а по золотым кольцам утром встал а вдруг с ним жил и говорит никита а еще с тобой он кота чё то лицо то у тебя как у негра черного для в зеркало то и сам себя не узнал а что так а ты молишься молюсь да какому молиться бога нет а вчера только молился молился находил свои дела делали тут нет бога превратился в невзорова и вот этот саша теперь по миру гуляет он плакал а не богохульствовал не как-то монах который рядом с ним база баранов михаилу невзорова и плакал два года и веры никакой нету нету плакал господи дай мне веру я знаю что тебя нету господи нету никто космос не творил что земля эта плоская и никакого шара нету и солнце тут на 7000 километров потерял веру во все и через два года просыпается и вера вот она встал сразу да земной шар луна это тень и легко через горизонт догадаться что она так а у него все получилось в житиях святых но я озвучиваю своем уже видение это так он уже не меньше десяти лет евангелий изучаете в каком грехе он не жил пришел в православие как бы другом месте а не здесь для нас это видишь пройденные этапы здесь у володи затруднения были относительно жилья мы поселили его к тете воле у той приезжает дочь пришлось срочно опять же уходить туда мне пришлось его после поселять вызвал валю коневу она его туда поселяла здесь ни одного шага получилось без нас он не сделал ну как на занятии везде и квартиру ему нашли опять же теперь я разговариваю с тени степановной от нее уходит тот безбожник который был у нее и буквально в этот же день еще даже вещи у него то не были внесены пришлось володю к ней поселять убеждать ее взять его от одинокая бабушка я предупредил что ксения степановна человек очень хороший она женщина многострадалица добрая молитвенница в гулаге 10 лет отбыл а я лучшего жилища сегодня желая однако оговорился смотри она прошла всю жизнь среди сектантов дух пятидесятничество в ней стойки и в этом духе который она там получила раскаянивание не было когда пришла православие это бесовское все было это дух распространяется каким-то образом на мало мощных он сразу начинает такой человек аговаривать я говорю дьявол стоит рядом не говаривайся он всегда это с кем-то могло быть а я опытный я считал много знаю он любит эту фразу говорить володя дыбовской подал голос я не говорил так ни разу я говорю вчера только лёша речку нового говорил то да и андрюша рассказывал свидетель еще один этих слов полностью тем более что я эти слова слышал неоднократно сам от тебя володя дыбовской ну я не хвалился я говорю не хвалился а в самом деле много читал ты знаю володя много читал я говорю вот выдержки сейчас пожалуйста тебя еще не бьют вторую щеку надо подставить давай дадим тебе первое слово сказать а тогда уж пожалуйста помолчи ты сейчас уже дерзко себя ведешь как не подобает вести себя человеку который должен знать свое место уже сейчас присутствие детей ты уже не можешь уйти утерпеть это не так это не так потом для этого будут даны факты более веские ты увидишь что это так ты говоришь я знаю я конечно никуда от православия хотя знает и покаялся или как тому баптистов принято и у тебя стоял вопрос где принимать крещение сейчас есть есть люди которые к нам приходили но не устояли в том что им дается то строгость что-то иной путь чем у тебя был а они чтобы выйти из повиновения ибо они в зависимости от меня попадали и они лихорадочно начинали изыскивать во всех направлениях обвинения против меня и самое главное утверждение у каждого то что уходит не случайно а по вере я не просто ненавижу а ненавижу ради бога и тогда ненависть получается святая что вот вам не то не православное во мне выгнать и здесь не по любви это старообрядческая значит сам он успел за это время очень многое понять увидеть очень сильно начал воскуряться и воспаляться я пытаюсь остановить его даже у в дороге то ты со мной ездил устраивать споры и споры даже совсем не по писанию но самое простое какая земля он и тут начинает спорить и о горизонте о чем угодно несколько раз останавливал гляжу зарывается прямо на ровном месте на ровном что это спрашивают у тебя чисто национальное такое или откуда ты еще не ходил в послушании ни одного человека начинает упрекать лично меня в гордыне что я отца димитрий дудко не слушать а почему он вроде должен слушаться меня потому что отвечать из димитрия фигуры совсем разные чем ты отца димитрий я нашел тогда когда у меня уже полностью сформировалась все и у него духовничество домой особое необычное и только лишь как советник так что с ним я и спорю и он видит что разными путями идем но к одной цели к единой на меня он влияние никакого не оказывает только его трудами я пытаюсь воспользоваться и то в определенной мере что еще отец димитрий для меня как старший товарищ в чем-то опытнее может меня исповедовать но только и всего ты же для меня совсем иное ты знаешь кем являюсь для тебя бы я буквальном смысле ты меня избрал чтобы я восприял тебя из купели то есть крестным за тебя отвечаю я и способ твоего освобождения от мирского избирая я не ты потеряю к уездил отец наук там крестил отец судит об этом и я наречен для тебя отцом во святой купели под солнцем открытым при этом при этих вот свидетелях при священнике так это или нет так володя отвечает так я говорю вы свидетельствуете в этом так что приравнивать то видишь что берет он я вроде отца димитрия не слушаюсь притом это тоже неверно все что он говорил конкретно все это было принято а остальное мы только выбираем высший путь нашего соединения то володя лихорадочно выискивает пути обвинения но это уже пройденный этап у меня были подобные люди они ушли далеко только приходится назад возвращать уже в другом положении он разворачивается то левым то правым боком со всех сторон жжет тут есть интересная деталь прошу и в этом разобраться к Ксении Степановне мы беседовать пойдем еще может быть это тоже будет момент окончательного решения она приводит людей старушек в православие приходят и молятся но те которые там живут она всех их травит против меня но фактически то не меня что игнать его святых отцов каких-то учит он слушать зачем отцы надо чтобы бог сам на моем все открывал то надо чтобы получить духа так она говорит но мы то знаем откуда этот дух не по слуху знаем а сами свидетели и везде какая бы беседа ни была без меня везде она Ксения Степан то яростно сопротивляется дух пятидесятничество из нее изо всех щелей идет а уже стала православная ходит причащается дух пятидесятничество из нее изо всех щелей идет при мне ни разу этого не было я думаю так что лукавый очень щутки в этих вопросах Володя Дубаской и мне она ни разу тебе ничего не говорила я говорю значит знает и людям верным никому не пыталась говорить Гену Яковлеву других она травила и они потом приходят и все говорят мне зачем ты с ней встречаешься ты же видишь какой у нее дух явно что в ней дух заблуждения я говорю что она очень хорошая а то учение ее оно отойдет постепенно она как катализатор и только ускоряет процесс отпадения лукавых людей у нее жил на квартире Гена после того как Матюшин не стал с нами иметь общение она защитила к нему постоянно Алексей Матюшин в Казахстане теперь теперь Генин брат Валера это другое Гена ей увлекся и все трое впадает в буквальном смысле слова в блуд в разврат сама она девственница прожила жизнь одна как только не ушли и оба изменили женам там где и впали в блуд приходят и говорят как случилось там не могу понять расходятся с женами уходят если какая между этими связь этим но учитывая что уклонение от православия есть прелюбодеяние против церкви то по моему очень близко просматривается как тебе кажется Володя отвечает да получается так что блуд духовный ведет к блуду плотскому вот так они ушли сразу же ночью на исповедь не идти нашлась бабенка я говорю Володя начинает утверждать что я обращаюсь с мирскими людьми не с любовью что вот у меня все под законом каноны а он под благодатью я уже только под законом остался значит ему нужно такое пришел ушел и на этом конец если ты это избираешь что мы сейчас и решим я тебе сегодня ставлю такие рамки которых ты еще и не видел даже ты волен сейчас их принять или отвергнуть результат если ты их примешь буквально начнешь исполнять больше ни единого пререкания не будет минимум в течение трех лет ты будешь заканчивать у меня университет здесь каждый шаг каждое движение будет взято под контроль нет значит и добровольно уходишь и я думаю далеко ты не уйдешь тебя никто не зазомбировал дальнейшая участь прорисовывается так если взять что ты четвертый то предыдущие ушедшие три человека 75 процентов показали блуд которые в последнее время пришли четыре человека ну дай бог чтобы 25 процентов не пошли туда с ужасом смотрю я у меня есть опыт 21 год на сегодня это не 21 год а 54 у тебя еще нет полгода апостол павел говорит считай филиппийцам 2 12 итак возлюблены мои как вы всегда были послушны не только присутствие моем но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение парни пристально стонал галатам 4 19 дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится вас христос и посмотри галатам 3 1 кто прельстил вас не покоряться истине для других говорит я не апостол но не для вас высушить какие правила даны тебе чтобы ты знал что тебе отвечать первое в течение десяти дней ни одного дня ты никуда не ходи он не работал я скажу сначала что в том и в другом случае будет взгляды твои меня сейчас не интересует ты их уже высказал ничего не скажешь ты сейчас другого только то что должен сказать дальше говорит надежда васильевна жена игнатия сейчас игнатий тихоныч хочет просто сказать и предупредить о чем-то я говорю чтобы ты знал чем тебе закончить разговор не беспокойся ты будешь знать что выбирать себе или беспрекословное подчинение и на полумеры я не соглашаюсь мне это влияние не нужно я за тебя отвечаю перед богом держать не буду ни одного я на 6 67 тогда иисус сказал 12 не хотите ли и вы отойти златоус эти же слова повторяет что пусть хотя бы и один остался он но зато исполнит порученное как заповедовал ему отец что отец должен делать непокорным сыном златоус говорит первосвященник или должен был связывать избивать и изгонять сыновей своих тогда ты будешь оправдан перед богом то есть я буду оправдан так научает первосвятитель и англотоус я тебя сейчас первую очередь связываю связываю тем что ты строго должен будешь исполнять в течение 10 дней напрячь все силы попросить всех знакомых чтобы от ксении степановны уйти это первое условие второе за это время в течение месяца если все будет принято больше нигде не будешь появляться то есть к людям ходить будут все люди предупреждены ты больше нищий дом не будешь ходить наши друзья-то и принимали всего для того чтобы ты мог сейчас самостоятельно углубиться заняться словом божьим и третье все книги которые не относятся к библии все эти романы которые ты выискиваешь все уничтожь выбрось если книга хорошая и она не нужна то сдай есть такие магазины где принимают пока три самые маленькие пункты тебе которые ты должен будешь исполнять и на это скажешь сейчас принимаешь ты их или не принимаешь пожалуйста володя добовской прежде вы выслышите все мои мнения как я к этому пришел сейчас будет возможность я должен высказаться перед всеми братьями и сестрами здесь присутствующими как я пришел к такому выводу я отвечаю к какому именно объяснить слово вывод володя добовской ну вот то что я сказал что вы идете не по православному пути почему я считаю что вы придерживаетесь ветхого завета то есть людей хотите под закон запрячь на это вы и сами отвечаете что так оно и есть новый завет для вас не новый завет а библия вся насквозь библия и ее значит надо исполнять фактически а ведь закон в общем христос сказал возлюбив бога всем сердцем своим всем разумением своим и ближнего как самого себя это есть законы пророки весь закон и пророки также сказано что закон написано на ваших сердцах скрижали в сердце вашего это уже совесть и закон а тут пришла благодать иисус христос вот а вы значит людей хотите под ветхий завет под закон чтобы исполнили одновременно и закон и одновременно любовь стяжали то есть иисуса христа такую любовь например что отец сына послал за людей за грешных за всех и с какой любовью сын он же бог пошел и распялся за людей на кресте под законом быть и под благодатью это значит новое вино влить ветхие мехи это не сохранишь и прорвутся это так оно и должно быть также не веленную ткань заплаты приделывать отдерет и дыра будет а бог есть любовь и с любовью должна занять сердце человека ко всем людям и нисколько даже гнева никакого будь то священный гнев или какой гнев никакого гнева не должно быть сердце человека это очевидно так оно и должно быть и сказано иисусом христом возлюби врага своего не противься злому а какие враги наши безбожники или как вы их называете это еще надо разобраться с богом или без бога они распинают христа но они не без бога и из проповеди отца димитрия можно услышать что не распинают христа но они не безбожники ведь в чем смысл то есть вот это я на небольшой устав хочу сказать любвисты но они не безбожники нет все верят а во что верят верят всякую глупость если бы они были безбожники то это свойственно было бы им сердце жестокое в них и они не болели бы сердечно-сосудистыми заболеваниями которыми все повально болеют значит у них сердце то мягкое значит они распинают его значит они носят кого распинают впереди то слова говорил все по писанию что набрался а дальше у него галиматья сплошная идет так не только это только часть открывает я ничего не добавляю значит значит отношение к ним совершенно другое неужели к язычникам безбожным было такое отношение 2000 лет назад когда господь пришел времена то разные имеет человек возраст подростковый и взрослый это в средние века значит выходили люди с кинжалами ходили постоянно храмов было много да пожалуйста есть свидетельство летописцев есть свидетельство писателей какая жестокость была в сердцах людей а храмов много было а где бог жил он храмов бог жил а когда бог селился человека сейчас раньше его не было сейчас он селился в россии посмотрите когда бог селился человека в россии когда бог селился человека такой вопрос никогда не не услышишь сколько поколений наши предки бога принимали внутрь и в храме и он не воплотился в человека так и остался этого быть не может мы видим 19 век развития творчества любви прочих искусств это что не до божий человеке это дух божий а сейчас он распинается это дух божий в человеке ну боже распинается понять и сразу насколько открывается распинается идет разврат а распинается любовь по закону падает по причине беззакония охлаждается любовь в человеке он ищет и находит закон этот и вот вы к ветхому закону и тяните например слава иисусу христу А например фармазоны тоже туда же идут Они тоже хотят под ветхий закон подвести людей И антихрист И вы тоже одеваете в неудобоносимый закон людей Совмещая благодать и закон А одно только надо Ведь Бога в сердце иметь надо Достоевский говорил Богоносец русский народ То есть Бога носит в сердце Любовь не гнев, а любовь А вы такую четкую грань разделили Что совершенно не чувствуете времени Что было в прошлые времена В античной Какой человек был В арварские времена Какой человек был Да он с женой своей Как кончилась зима переспал Дети наплодились Жену вывел, зарезал, закопал Ребенка головой о столб Закопал и пошел с братьями казаками грабить Скажи, нормальный человек говорит? Я еще не дочитал Ну смотри Это человек, которым вышли мы Сейчас он сам у меня вышел Уже один ролик есть Вот такое время еще было Все эти нравы смягчились И сердце-то обмягчилось Совесть-то Это закон Божий Закон Ветхозавет Не вошел в совесть А тут Ни одного слова не добавлено Не убавлено Повторяю Это с пленки А тут и благодать И все Как так не понимать этого? Мы сейчас находимся в таком периоде И пророчество говорит И залью на всякую плоть Благодать в последнее время Даже посмотреть на маленьких ребятишек Они рисуют Как? Посмотрите А как древние люди рисовали? Посмотришь Но они взрослые рисовали так А сейчас дети рисуют так Это же видно Что Дух Божий вселяется Но распинается он одновременно И такое отношение к миру Совершенно неприемлемо Православная церковь Так не учит И отец Дмитрий не учит Ни отец Амросий Я не знаю Какого мнения Иеромонах Игнатий Но он по моему По духу то же самое Отец Павел Из Канта Отец Иоанн в тайге То есть я где его провез с собой Ко всем этим людям Он со мной ездил Сколько вот я за ним знакомился И это очевидно Что так Это более сложно А не как вы так категорично говорите И все такое Какие законы оставляете для людей Неудобоносимые Да по вашему лицу видно Что вы состарились раньше времени Что вы с трудом таки вытягиваете все это С таким очень упорным трудом Что вы становитесь нервной Раздражительной Раньше времени Потому что сливаете на два несовместимых Закон и любовь А они не сходятся никак И вам трудно И жене вашей трудно Я так вот догадываюсь Что трудно это совместить Тяжкое иго А одно надо Любовь Там что сказано Что даже пойдешь на костер Сожжешь свое тело Отдашь все имение свое Звание будешь иметь Ну Полностью все тайны будешь знать Все тайны беззакония Все знать А любви не имеешь Ничто напрасно Поэтому что Бог есть любовь Любовь в сердце посели и все И все на этом Это самый основной стержень Вот его поймай и все Больше ничего тебе не надо И спасешься И один страх Только должен быть Чтобы не потерять эту любовь Как бы не потерять любовь к ближнему Такую любовь Как он говорит Вот иконка Посмотрите Господь говорит Возлюбите друг друга Как я возлюбил вас Написано Любите А как он возлюбил нас Он пошел на крест За людей пошел на крест За грешных Сидел с грешниками Фарисеи подошли Что ты с грешниками сидишь Говорят Да кто же имеет нужду во врачи Не больные ли Да если мы в Бога Себе носим Если любовь к людям имеем То мы должны наверное К ним идти А не шарахаться от них Как от диких зверей Они сейчас измучены Они распинают себе Христа Больные люди психически и сердечно А мы их еще озлобляем Я сам пришел к вам С гипертонией И от всей этой передрязги В миру А вы постоянно ставите Такие условия Что действительно Трудно выполнить Раздражаясь постоянно Да какая же любовь-то Несовместимость Это даже чутьем Несовместимо Я проехал с вами месяц Потом приехал и заболел Физически заболел От тягости такой душевной Что тут-то Не тут было Заболел Вот отец Амброси приехал Я помолился Богу Думаю Господи Да пошли ты мне облегчение какое А отец Амброси Ну это Совершенно другое существо Это ангел во плоти Смиренный Да смириться При таким Одна благодать Я его полюбил Он мне напомнил Что я потерял Почему я Бога искал Я потерял любовь к людям Я имел эту любовь Но я потерял ее Ожесточился Так ожесточился Что мне весь свет не мил Я же мог уничтожить всех людей Ради себя только Поэтому я затасковал И начал искать Бога Нашел А Бог-то есть любовь А у вас такое категоричное отношение Что вы Что вы Побойтесь Бога Что вы делаете Такое отношение к безбожникам Да безбожники ли они Посмотрите Я говорю Ты уже на тот круг Третий раз поворачиваешь В Дубовской Что-то непонятно Говорит Не могли разобрать Я говорю Потом еще договоришь Когда дадут слово Тебя ни в едином слове Не прервали Научись в первую очередь Если у тебя есть любовь Сидеть спокойно Когда разговаривают другие Потому что Дух Божий Ведет себя спокойно Дух пророчески Повинуется Пророков А у тебя Он не повинуется Вот ты уже показал Какой это Дух Значит нужно очень внимательно На это смотреть И ты не увидел Что отец там в росте Сказал мне другое Глядя на вас Никакой строгости у вас нет То есть он у меня был И говорит У меня приклон Что у меня строгости Никакой нету А у них в монастыре Там есть Он как раз и повелел Мне ужесточить К непослушным отношениям У вас психика Не выдерживает Ни единого слова Замещание Где ваше отношение К Богу Когда Господь призвал Нас к полному Отречению от всего Завалился Мирскими книгами Ты вчера еще Только из мира пришел И жидовские книги Выискиваешь В это время Говорит Шитиков Валентина Афанасьевна Она живая еще Для меня это Конечно необычная Трактовка любви Володя Может быть это еще Поверхностное Такое отношение К любви Непережитое Получил какое-то Облегчение Сам себе И понял Что он уже Может быть Постиг любовь На самом деле Это обольщение Я так считаю Потому что мы знаем Что апостол любви Иоанн Выше его Наверное Никто и не постиг Любви Но он Однако же Называет людей Безбожниками Тех кто в мире Потому что Дружба с миром Есть вражда Против Бога Ефесянам 2.12 Вы были В то время Без Христа Отчуждены От общества Израильского Чужды Заветного Обетования Не имели Надежды И были Безбожники В мире А то Что в сердце Человека Заложено Богом Доброе Но сам человек Избирает худое Это мы знаем Что Дух Божий Трудится в сердцах А иначе бы Люди не прощали Христос говорит Иоанна 3.19 Суд же состоит В том Что свет Пришел в мир Но люди Более возлюбили Тьму Нежели Свет Потому что Дела их Были злы Если мы Оправдываем мир То мы Тоже участники Тьмы И распинаем Христа Тогда уже Жертва за грех Не остается Просто Брату Нужно углубиться В Писание И так Не рассматривать Поверхностно Читаемое 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 Потому что Нежели Пусть Пусть Пришла Нет возрождение Нежели А вина Елея не повреждает, написано. Елея это где нужно смягчить, а вино это строгость учения. И он этот рубеж когда-то должен перейти и подняться, и понять, как правильно работать над душами. Это мое мнение. Барюков Михаил. Мне хотелось бы подчеркнуть то, что значит православное понимание. Сказано, что Христос это премудрость, а премудрость основывается на страхе Божьем. Об этом сказано в Библии Ио 28.28. Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Нельзя перепрыгивать через несколько ступенек. Да, высшее понятие конечно во взаимоотношении с Богом это любовь. Но если человек не приобрел страха Божия, не прошел через этот страх, не убоялся Бога, и это видно в том, что он не может казнить своего проступка, значит и не было у него этого страха, как он может стяжать любовь. Именно любовь, как высшее проявление отношения Бога и человека вмещает в себя этот страх, то есть возможность не обидеть своего отца. И тут взаимоотношение с Богом полностью через полное послушание Слову Его, а полное послушание через страх. Православное понимание, мне кажется, в большей степени основывается вот на этом, то есть на страхе. Валентина Шитикова говорит. Но вот здесь говорится о любви, и с этим я согласна, что без страха никак невозможно пройти без страха к Богу. Псалом 110.10. Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Притча 1.7. Начало мудрости страх Господень. И во все времена, особенно в православии, у нас в первую очередь это было видно на послушании и смирении. Если мы этого тоже не пройдем, то и не будет в нас и любви должной. Потому что сколько приходилось беседовать, особенно с сектантами, то у них в большей части как-то нет этого, а сразу надо исполниться Духом Святым. А у святых отцов, читаешь православие, сначала перейти этап послушания, смирения, самоотверженность, истяжание Духа Святого. Но все, конечно же, это начало страх Божий. Если мы эти ступени не пройдем, то, конечно, как можем мы просить большее? Ведь это по-сектантски получается, дай, дай нам Духа Святого, исполни нас Духом Святым, а сердце еще не должно. Мы должны здесь в первую очередь вникнуть в себя, потому что все мы, пришедшие из мира, из этого действительного греховного блуда, мы должны как должно продумать эту свою вину и быть в послушании, в покорности и в смирении. Потом Господь уже знает, кого как исполнить Духом Святым и любовью. В Библии об этом читаем, что он знает, кому и как распределить дары. Потом здесь еще видится, говорит о законе, что Игнатий здесь больше всего пользуется Ветхим Заветом. Я этого как раз и не нахожу у него. Он как раз Новым Заветом большей частью руководствуется. Ну и, конечно, Ветхий Завет нельзя нам выбрасывать. Не на законе, а на благодати. И он старается подготовить нас к тому, чтобы мы были освобождены от лишнего, то, что мы не можем сами пройти. Он самый короткий путь нам указывает, потому что много ошибок было. Он хочет от человека добиться сразу полезного, чтобы человек не блуждал далеко, а сразу шел прямым путем. Это оно обо мне говорит. Именно как указан православный путь. И не по сектантскому, а по православному, как учат святые отцы. И если это нужно хорошо узнать, то надо почитать и добротолюбие. И мы, читая эти книги святых отцов, видим, что мы вовсе как бы и не начинали еще путь правильно. Так можно рассудить. А что в нас, как Володя высказался, что было тяжело ему. Это переломный период. Это духовная война идет. И это естественно. Поэтому мы должны не винить человека в том, что к вам строго отнеслись. Как-то не так, как бы мы этого хотели бы. Но надо проверить себя, скорее всего, выникнуть во все это, побыть наедине с Господом и руководствуясь Евангелием и читая святых отцов. Конечно, нагрузка большая. И то, что Игнатий относится так строго, надо полагать, не каждый это выдерживает. А мы потому только не можем выдержать, что не можем смириться как должно. В нас еще бушует себя любие, гордость, надменность. То, чего мы еще не освободились. Конечно, это нам тяжело. И этапы эти пройти нам очень трудно без Христа. Поэтому нужно уединенно молиться. Переживешь. Это действительно муки рождения каждого. Если он увидел, что человек обращается к Богу и вдруг он уходит в сторону, это разве не переживание? Сколько он работает над каждой душой? Кто это видит? А каждая душа у него половину здоровья уносит. А этого никто не видит. Только видит, что, мол, гнев и все у него проявляется. А гнев-то какой? Ведь не написано, что не гневайтесь. Написано в Псалом 4.5 Гневайтесь, не согрешайте. Расмыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Ефесянам 4.26 Гневаясь не согрешайте. Солнце до них зайдет в гневе вашем. А у него это гнев не то, чтобы со злостью какой-то или вред человеку принести, а наоборот приносит пользу. Вытащить человека из той заразы, в которую он заходит. Освободить его, помочь ему. Это работа. Не то, чтобы вот человек один с собой занимается, а это работа над душами. Не так-то легко это все дается. Это нужно все в голове держать. И мирское, и религиозное, и противосектантское. И правильно дать ответы на все вопросы. А вы, я чувствую, правильно еще ни разу не отвечали на все вопросы. Я вот слышал, как вы начинаете с безбожниками беседовать. Далеко не так, как должны с ними беседовать. Конечно, любовь мы должны проявить человеку, безусловно. И вот за это и стоит. Вон, то есть я стою именно, за это и стою. Но только не участвовать в их делах. Разница там в чем должна быть? В том, что свидетельствовать нужно с любовью, с кротостью, чтобы они пришли. И в этом наша обязанность. Далее я говорю. Мы сейчас будем говорить по пять минут, чтобы времени хватило. Касаясь Володиного запрещенного приема. В беседе и в полемике употребляли его миссионеры, когда беседовали с сектантами, делали личные выпады. Удивительно, что говоря о любви, ты скатился сразу до этого. То есть абсолютно бесконтрольно рассуждаешь. Внешний вид весьма обманчив. Это раз, и Библия многократно говорит. Иоанна 7,24. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Видишь, уже начал еще говорить. Вы раньше времени там состарились, то другое. А у меня встречаются люди, которые говорят, ну вы еще то ли не стареете. А по телефону говорю, у вас голос-то молодой. Ну что говорить? Ну в то время возраст моложе был. Библия о том предупреждает многократно. Куда ты залез-то? Значит действительно ничего не можешь найти, если бросаешься на то, что никак не может быть доказательством. Да в нем, в самом Христе Исаия. 53,2. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Обезображен паще всех сынов человеческих. Ты бы сказал точно так же. Как человек быстрее может достигнуть Господа. Спать долго или мало. Если в тебе любовь Божия, и ты достиг совершенства, то даже во время тех 8 дней, что мы пробыли в Москве, когда Господь многих поднимал вместе на молитву, ты это видел. Почему ты тебя так ни разу не увидел на ночной молитве? Когда мы вставали, все молились, а он лежал, спал. Ни разу не вставал. Вставали мы рано в 6 часу, а другие вставали в 4 часа ночью. Ну почему же тебя Дух Божий-то ни разу здесь не поднял-то? Как бы ни было тяжело, но если бы ты почитал жития святых, то увидел бы, как они уходили, какие надевали вериги, как упоминает Златоус. Все это под законом, по Володиному мнению. Вот он, Дух Сектанства, ощетинившийся, злобный против всего святого. Выходит, выкапывает пещеру, отдельно подрывает здоровье. Так Златоус и возвращается. Афанасий Великий уходит. И там из пещеры разражается такими письмами, которые потрясают всю вселенную. Что делают первые христиане? Что они налагают на себя? Ни один никуда не удалялся. Сколько гнева было вылито на них? Но взамен была одна любовь. А в чем любовь выражалась? Сейчас в словах неласковых. Я вспоминаю апостола Павла. Каким гневом блестели его глаза. Объясняя это место, Ян Златоус говорит, что такое похоть. То есть зло или не зло? Он говорит, зло и не зло. То есть сама похоть это зло. А в человеке заложено на продолжение рода. Но как ты сие употребишь? Можешь полностью себя смирить. Есть, ну и оскопил себя. А дано для продолжения рода. Другой может распустить себя так, не знает никакой меры. Точно так и гнев. Гнев у человека должен быть праведный на неправду. Псалом 96, 10. Любящие Господа, ненавидьте зло. Не любите, а ненавидьте. Он хранит души святых своих. Из руки нечестивых избавляет их. Апостол Павел сказал, Деяния 13, 10. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, брак всякой неправды. Правды? Откуда неправду у тебя? Буква не лепится. То сатана искушается. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Понимаете, сатана, прямо сейчас сатана не подкинул. Орежь, что это дьяволе. Павел, разве про грех, гнева не знал? Не любите мир и не того, что в мире. Как тебя этот дух блуда уже сейчас ворочает? Надо любить и мир этот удивительный. С чем у отступников все и связано? О любви. Как сейчас даже Христос спрашивает, дошли до полного безумия. Христос спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? И начинает говорить, так это гомостексолисов, с ним вступал в связь половую. То есть никакой меры у сатаны, ничего нет. Дальше. Эти трое, забыл сказать, все трое сразу же сбрили бороды, которые у нас были. По внешнему виду ты это показать должен. Если ты только не отстанешь от этого зла. Он сразу все это убрал. Здесь же стал разделять закон и благодать. Закон это ветхозаветний Агнес. А десяти слове осталось в силе. Нигде Бог его не отменил. Пришел не нарушить, но исполнить ветхий завет. Сорок дней женщина нечистая. И сегодня так же. А у нас соблюдается? Да. Ты еще с православием даже и рядом не стоял. Все у нас ветхозаветнее служение, только в новозаветней упаковке. То есть вот святая святых. И разделение, и образа туда идут, и надписи, и позвонки, и формы священной одежды. И как называются подрясники. И нам говорят, что нам ветхий завет не нужен. А совершенно не знать, о чем говорить. Библия вся в современном понимании должна быть только так, как понимали святые отцы. Это два крыла. Далеко на одном крыле птица не улетит. Будет только ковылять и крутиться на месте. С одним веслом и лодка не плывет. Дал два динария самарянин гостинику. Два динария. Два. Это ветхий новый завет. Такое толкование. Всюду везде припоясан золотым поясом по перстям в откровении Христос. Это соозначает символ любви ветхого и нового завета. У Златоуста не менее тридцати проповедей о единстве ветхого и нового завета. И ни одна строчка оттуда не выброшена. Но только поднята на ту высоту, до которой угодно было Господу Богу. И на большую будет поднята в небе. Заплата и вино. Я его слова, Володина, разбираю. Значит, ветхий завет, это вдруг для него оказалась старая заплата. Да здесь-то говорится о ветхой природе человека. Вот что вы вливаете-то. Это слова Ксении Степановны. Что значит не заниматься словом Божьим? Почему ты пошел на поводу там? Легкость, сектантство. Не исполнение постов. Сразу пост отбросил. Никаких бдений. Молиться не надо. Ничего не нужно. Ну как же, устал, истомился, инфаркт. Теперь в настоящее время, посмотрите, что дети рисуют. Да никогда не был человек таким порочным, как сейчас. Тогда был только один садомский грех. Сейчас тысячи грехов обуяют детей. Заполнена страна концентрационными лагерями. Посмотри, вокруг только одного Новосибирска. 11 детских колоний. О чем ты рассуждаешь-то? Чего ты на пустом-то месте тут паутину сплетаешь? Что сейчас дети стали лучше, лучше стали люди, любить надо этот мир? Ты один раз полюбил мир? Еще недостаточно. Снова сатана прикладывает это слово любовь. Но куда? К миру. Любовь в том, чтобы выйти, свидетельствовать и положить жизнь за это, но не участвовать с ними в злых делах. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Ну и обличайте. А как обличать? Как Бог даст? Обличайте. Всюду будут враги. Посылает их, как овец среди волков. Какую любовь показал к волкам? Посмотри, как он их возлюбил. Бог проливает дожди на праведных и на неправедных. Идите, и вы проявляете любовь. Но в чем свидетельство любви? Господь вложил в человека гнев, но как им воспользоваться? Теперь, говоришь, другие времена, веления, времени. Но в этом ложь. Библия осталась та же, ибо у Бога нет времени. Бог вне времени. Были где жестокие, средние века, а 20-й век не жестокий. Ничего не говори. Где Бог был в России? А вот так же играли и любовь с безбожниками, с народовольцами, с революционерами. Нравы смягчились сегодня? Да такое только по пьянке можно сказать, что нравы смягчились. Тебя накажет Бог в самое короткое время за эти слова и этими же людьми. Вот так и случилось. Через неделю веет уже нога отломанную. Готовое дело. И впал сразу в блуд. Ты не можешь уйти уже без наказания из жизни. Бог тебе должен засвидетельствовать здесь твое помрачение ума. Сколько лжи ты сейчас уже высказал? В последнее время в полночь раздастся крик. Плевелы растут. Тебе кажется, что ничего худого нет. Все говоришь вопреки священного писания. Нужно поймать тебе любовь. Какое выражение ты нашел? Поймать. Любовь начал ловить. Поймаешь блудецу под Бог. Как и было до прихода к нам. То есть жил в блуде. А любовь не поймаешь. Увидел отца в росте с любовью. Думаешь, что никто так поносить отца в росте не будет, как ты. Мы этих любящих видели возле священников. Когда образ Христа застилается, и вот особая теплота, благодать покатилась по телу. Слышали и видели такое. Еще в блуд не впал священник. А рядом оказавшийся первый начинает поносить. Но ризой любви уже тогда не прикрываете их. Предупреждаю. Не прилепляйся прежде времени, а молись за него, чтобы он не впал в это искушение. Он, уезжая, сказал мне такие слова. Не знаю, отцы, получили ли вы от меня пользу, но уж я-то наверняка от вас получил. Слышал? Это такие слова. Так вот так, пожалуйста. Володя Дубовской говорит. Другие слова слышал. Он также сказал, как бы спасая других. Самому не остаться не спасенным. Это Павел сказал, апостол. И еще сказал, надо неделю пожить, присмотреться, чтобы вышибить все до конца. В ком вышибить? В себе. Он в себе, для себя пользу имеет. Да я и хотел сказать о самом основном. Для что для спасения? Самое главное это есть любовь. Найти любовь. Полюбить людей. Людей полюбите. Всех. Грязных, пьяниц. Всех любить. Самое основное. Ну и все. А что же тут непонятно? А о вас я скажу вот такое дело. У меня есть такие опасения. Я читал о сектантах, об изуверах. Вот у них из-за ревности рождается страх. Страх истребляет любовь. Поэтому в Священном Писании написано, что любовь и страх несовместимы. А страх оселяется в сердце. Ревностный гнев у вас есть. Вы сами свидетельствуете, что у вас дальше с развитием спасения. Как вы говорите, что с продвижением спасения страх увеличивается. Усиливается страх. Но тут же у вас есть ревность. Ясно, что гнев, неспокойствие сердечное. Усиливается страх. Ну и в конце концов по литературе, если читать у Мельникова-Печорского, то там есть рассказ изувер. Развитие этой болезни дальше идет таким образом, что можно беса в конце концов увидеть воочию. Ужас загоняет таких людей, в конце концов подполье. Дальше отстранение от мира сильнее, потому что мы уже на правильном пути, а все остальные не на правильном пути. И дальше, и дальше, и дальше. А то, что вы отсеклись от церкви, это видно потому, что у вас нет послушания. Нету человека, перед кем вы смирились постоянно, чтобы выполняли его. Ну, послушание полностью. Ну, как-то полно, полностью, окончание сильно заглатываешь. Вы считаете себя своим путем пришедшим полностью самостоятельным человеком, и нет у вас такого смирения. А аналогично, если я считаю вас отцом своим, то я могу заимствовать то же самое, глядя на вас, если и вы своего отца не слушаетесь. Тем более, такое вызывающее поведение было в Москве, и из-за стола встали и ушли. Это же его дети духовные пришли, ваши братья. Если вы считаете его своим духовным отцом, то они ваши братья. Так встали и ушли, и просто мне неловко было. А Игорь вышел из-за стола, догнал вас, хотел, давай гнать и поцелуемся с тобой, мол, вы не стали с ним даже ничего. Христос с Иудой поцеловался. С Богом вы ходите или без Бога, как понять? Ну, явная слепка ветхозаветного с новозаветним. Все у вас сумбур в голове перемешивается. Память же у вас отличная. Все это прекрасно. Видимо, знания надмевают. Без любви ничего не будет видно, что гордость вас. А гордость, любовь противится гордости. Вот такое у меня мнение. Я от чистого сердца говорю. Вот все, что думаю. От чистого сердца я за всю жизнь ни разу не сказал. Это я знаю, что крайне испорчено сердце человека. И когда человек не знает Писания и в жизни не разбирается, я от чистого сердца сказал. Смиритесь перед отцом Дмитрием, потому что вы такие рамки ставите. Потому что он мне литературой посоветовал заниматься. Отец Дмитрий, а вы говорите уничтожить все книги и прочее творчество. Свернуться возле Библии. Сидеть и все. А потом давайте молиться будем целыми днями и ночами. Вот оно куда идет. А что отец Дмитрий в конце что? Полностью отрекся от того, что до этого делал. Там книги, где против советской власти, то что-то было. А потом взялся духовником коммунистической газеты завтра. И только об одном, говорю, думаю. Когда канонизирует Сталина, в лагерях которого провел если нету в сердце, то, несомненно, будет расти ужас. Ужас, страх и все прочее. И это обыкновенное явление. Обыкновенное явление. Но дальше надо оставить. Это большое здесь я говорю. Все на этом. Первая часть. Так, я сейчас посмотрю. 27. А всего сколько здесь? 75. Значит, три ролика будет. Пошли.